Вот скажите, пожалуйста, вы после этой программы какие уже были действия с вашей стороны как психолог? Я не имею права с этим работать, потому что мама отказ написала в прошлом учебном году. И даже когда мы поехали на комиссию Райно, тогда был случай, ребенок с нами вместе зашел, так же нельзя, там же взрослые были, на все темы разговаривать, как бы проблему поднимать. И тут можно ребенок выйдет, и кто-то говорит, кто-то взрослый должен сопровождать коридор, чтобы он один не остался. Это было после программы? Да, недавно, три недели назад. Я говорю, можно я там посижу? Мама говорит, нет, нет, пусть только не психолог, пусть он один. Прям в зале перед Замакимом. Я говорю, хорошо, села, и он там один сидел. Она не дает, она даже и в больнице, когда сказали, поехали, там психолога, если мне разрешила, она никому не подпускает ребенка. А сама вот так вот такие дели. А вот вы говорите, недавно было собрание, да? А вот состояние мальчика вы можете оценить как психолог? Отличный, он в отличном состоянии. Одетый прям шик, хорошо себя ведет, прям похорошел. И мама, и он, он идеально. Я вот поздоровалась с ним, да, он поздоровался, и все, вот ребенок как бы в клетке вот хочет, здороваться даже хочет. И вот я вот в клетке мамас. Шох, как я ребенка с ней отпущу, если она мне в калидоре? Говорит, ты ничего не добьешься? Начинает смеяться. Как я с ней ребенка отпущу? Я не знаю, что она ребенку скажет, но я не кричала, я попросила спокойно. Я сказала, пожалуйста, можно с Амира Ханым? Не будет с моим ребенком кто-то другой, но не с Амира Ханым. Я так попросила. Почему я должна кричать? Я не кричала, я сказала, спокойно. Так как она в калидоре, прежде чем зайти, она смеялась, сказала, ты ничего не добьешься, что ты здесь делаешь? Улыбается. И все, я молчала, я ничего не говорила, потому что у меня сразу эмоции, я сразу начинаю плакать. И спокойно я зашла. Мне такое ощущение, что они вас провоцируют, чтобы потом всем доказывать, что вы не в адекватном состоянии. Асим Ханым, вы зол психолог, ты тогда шахардах. Они провоцируют, чтобы я вот вышла из себя, начала орать там, кричать там и вот это все. Но у меня, бывает, да, у каждого человека, что он взрывается. Но если я взрываюсь, я начинаю просто плакать и все. Асим, біз бұл психологты шақырған едік, негізе бағдарылмамызға, бірақ, қайта келуден ластартты. Бізге психолог Талғардан келді, а пред Акиматам деген, Жанныя деген, сөз жерден психолог келді, сөлісты баламен, она подтвердила, что у ребенка есть травма деда. Он же сидит, рисует рисунки, ей показывает. Я вышла, она сама с ним разговаривала, сидела. Она сказала Асим, у твоего ребенка травма есть, но с ним надо очень-очень долго работать деда. Он нарисовал машины, солнце, облака, елки такие заостреные нарисовал. Психолог объяснила, что ребенок хочет переехать, вообще отсюда переехать хочет, чтобы вообще в этом даже бесқаше не жить. Хочет вот начать все сначала. Я сказала, что у нас пока такой возможности нету переехать в другое место, мы поэтому находимся здесь. Но как у нас появится возможность, мы обязательно перейдем оттуда в другое место и будем жить в другом месте. Саяту 10 лет, а младшей дочке годы 60. Он перестал ходить в тэквондо, потом он растянул ногу, он перестал ходить. Сейчас біз тренермен қайтадан сөйлесіп, қайтадан шақырды, саят ка барам десе, келесым ба десе, саят барам деді. Да, да, да. Мемлекет тарапынан осы тұрғыда айтқым келеді. Барлық балаға ұйырмелерге қатысуы тегін арнайы мемлекеттік бағдарламалар бар. Кез келген атана балаларын кез келген ұйырмеге бере алады. Өкінішке қарай бұл ақпаратты көп атаана біле бермейді. Сондықтан құлақтарыңыз қалдын сұрға. Сондықтан құлақтарыңыз қалдын сұрға.